Каждый день наркотики уносят жизни людей, находясь в любой точке мира, в любом социальном статусе человек по-прежнему слаб перед этой бедой. Сегодня в России проблема смертельно опасной зависимости разрастается, но немало и тех, кто победил тягу к наркотикам и ведет здоровый образ жизни, мотивируя тем самым и других. Моя коллега Алина Вагилова побывала в реабилитационном центре «Мираж» и узнала, как борются с проблемой наркозависимой. Ей слово. Из десятка молодых ребят в этой комнате вернуться к нормальной жизни надеются все. Шесть месяцев – стандартный срок реабилитации, но это только минимум. Возможно, некоторым из них придется бороться с зависимостью всю жизнь. Но сейчас все они проходят программу «12 шагов» в реабилитационном центре «Мираж». Какие лица покажут, вы знаете? Внешние внутренние. Тут нет личного пространства в принципе. Общение с собратьями, по несчастью, обязательная часть восстановительной терапии. Ежедневные психологические тренинги, дежурство по дому, молитвы. Выходить, звонить друзьям и даже родителям нельзя. Телефонов и телевизоров нет, но есть живое общение и братья наши меньше, если станет грустно. Ребята, которые осознают свою проблему и не знают, как быть, на самом деле, они знают, как быть и не могут просто решиться. Мы призываем к тому, чтобы каждый человек остановился, услышал самого себя и принял правильное решение в плане обратиться за помощью. И я хочу сказать одно – хуже точно не будет. Два родных брата приехали лечиться из Москвы. Одному 16, другому 21. На вопрос о том, как вообще случилось такое, почему в дело втянулся младший брат, старшие отвечают, что причина всему – обиды на родителей. А еще то, что младшему якобы доставалось больше внимания. Дурной пример заразителен. Ход шло все. Соль, метадон, ЛСД, героин, марихуана. Юноша признается – денег на дозу всегда не хватало. Приходилось воровать и грабить. Тяжело очень. И до сих пор последствия сильные. Чем раньше начнешь лечение, тем лучше. То, что ты говоришь сам себе, завтра я перестану употреблять, это не работает. Мы с моим младшим братом уже год. Я употреблял на протяжении 7 лет, 14 лет. И вот последний год мы с ним говорили – сегодня бросим, сегодня бросим. И это сегодня нас только уводило больше могилы. Если бы сюда не попали, то, скорее всего, либо были бы в тюрьме, либо на могиле. Мы уже стали худыми, начали воровать из дома все. И вот так вот. И перестали вообще понимать, где родные, а где чужие. Нам нужны были только наркотики. Причины и истории у реабилитантов разные. Все начинается банально – алкоголь или сигареты. А заканчивается зависимостью и неумением справиться с собственной бедой. Сказать «нет» разрушительному и пагубному увлечению. Когда я попробовал, мне стало хорошо. Не знаю, какое-то облегчение в теле, в душе. Никакую боль не ощущал. А у вас была боль? Да. Ну, с детства у меня это боль. Потери родителей потом. Последний год-два я начал употреблять тяжелые наркотики. Это героин. Начал колоться. Не знаю, такой образ жизни вел на улице. Хотел показать, что я такой крутой или какой. Страдают от зависимости, как правило, самые близкие. Вспоминать о каждом случае тем, кто столкнулся с этой бедой, всегда сложно. Особенно, когда это касается самых близких. Например, родного брата. Отчаявшаяся женщина признается, что кому только не обращалась за помощью. Но последней надеждой в итоге стал реабилитационный центр. А еще мольба к Всевышнему об излечении ее брата. Конечно, альхамдурюля, что сегодня он уже два года и шесть месяцев трезвости. Страх, конечно, был и остается по сегодняшний день. И страх уже не за него, а за своих детей. Потому что эта зараза, она, я столкнулась уже с семьями, с людьми, которые реально принимают и столкнулись с этой проблемой. Поэтому об этом можно говорить много, но ничего хорошего. И, конечно, вина в родителе, в первую очередь нас, родители. В свое время упущение. По данным специалистов, на 70% успешное излечение зависит от того, как поддерживают пациенты его близкие. Поэтому для родственников наркозависимых работает специальная группа психологической поддержки. Над родителями у нас бывают определенные дни в неделю, когда проводят родительское собрание. И там ведем беседы и работаем тоже над ними. Так как проблема зависимости – это проблема не одного человека. Это проблема также и соцзависимых дома родителей, сестер, братьев.